Привет-привет, с вами Женя, и сегодня мы взглянем на одну визуальную новеллу, на которую я случайно наткнулся в стиме. На нее почти нет отзывов, она, видимо, не особо популярна, но она обещает быть довольно короткой, поэтому взглянем. На нее не удалось найти русской локализации, но это не страшно. Я когда-то немного учил английский, как говорится, London is the capital of Great Britain, my flowers are beautiful, I am a table. В общем, кое-что помню. Называется эта вещь «Последний шанс», да, как я вижу. Ну что ж, начнем. Глазго, Шотландия, какое-то там июня 2013-го. Ой, зачем так громко звонить-то? Что, в пять часов утра? Вы ненормальные, кто звонит в такое время? Я слишком устал, я не буду вставать. Пусть автоответчик отвечает за меня, да. Hello, Ben, this is Angus. Sorry if the call woke you up, but really... О, приятель, у тебя такой дивный шотландский акцент. Привет, Ben, это Angus. Извини, если разбудил, но дело срочное. Вчера Эмили не удалось заключить сделку с мистером Капуром. Мы уже думали, что верное дело, но без этого клиента наша компания на следующей неделе обанкротится. Ого, ваша компания зависит от одного единственного клиента, но плохие дела. Что же вы так? К счастью, у нас осталась последняя надежда. Да, последний след. Как знаешь, я встретил Роберта Калахана из строительной фирмы в прошлом месяце, и как раз говорил с ним по телефону, он согласился встретиться в субботу в 10 утра. Хорошо. Дело в том, что на выходных он в винограднике Марты. Тебе утром придется лететь в Бостон и там переправляться на пароме. Обычно я не улаживаю такие детали, но поскольку месяц назад нам пришлось сократить Дженнис, я сейчас скажу тебе твой план, твой маршрут. Я купил тебе билеты, проверь почту, там все есть. Вылетаешь в 11, прилетаешь в Бостон в 5 часов, затем берешь на прокат машину и подъезжаешь к Фалмуту на юге Бостона, где ты заночуешь. Так, подождите, Бостон, это же Америка. Из Шотландии лететь прямо сейчас в Америку. Не слишком ли круто? Без предупреждения. Извини, приятель, на то, чтобы тебе заночевать в винограднике, мне уже денег не хватило. Там есть где ночевать. Значит, берешь паром субботу утром и встречаешься с ним в его гостинице. Бен, я потратил на эту поездку последние деньги нашей фирмы, так что не подведи, дружище. Что? А я, простите, кто? Я так понял, я минут пять уже играл в эту игру, прежде чем записывать. Я так понял, я продажник, то есть я агент по продажам, значит, мне надо этого клиента заманить к нам, ну, то есть подписать с ним договор, чтобы он у нас чего-то купил. Что мы продаем, что мы продаем, вот, вот эта картинка, она, мы там работаем или я там живу? Непонятно. О, нет, мы были так уверены, что с Капуром верное дело. Да, что-то ваша фирма не внушает мне доверия. Все зависит от одной единственной сделки, то есть с вот этим вот товарищем все зависело от одной единственной сделки. То есть или вы заключаете с ним сделку, или мы банкроты, теперь еще один новый товарищ и снова, или с ним заключаем сделку, или мы банкроты. Что у вас за фирма-то такая? Кто так дела ведет? Гении маркетинга. Теперь мне предстоит спасти компанию. Ага, ага, уже, аж два раза. Мне надо собирать вещи и ехать в аэропорт. Спустя одну долгую и утомительную поездку в Виноградники, Массачусетс, суббота, короче. Короче, я приехал в Штаты, так, хорошо. Значит, мне надо найти гостиницу Большая Шарлотта. Как бы это, как бы ее назвать? Гранд Шарлотта. Ладно, пусть будет Большая Шарлотта. Кажется, это вон то большое здание справа. Оно большое? Что-то оно не кажется сильно большое. Я бы сказал, вот это гораздо больше. Ммм, ну ладно. В Винограднике очень трудно отличить один особняк от другого. Они здесь все одинаковые особняки и гостиницы. А, это в Винограднике все. То есть посреди Виноградников все вот это находят. Ммм, классно. Это, ээээ, хм. Вообще, я вижу, графика такая бюджетненькая. То есть тут не тратились на художника, чтобы он рисовал задники. Просто сфоткали какие-то пейзажи и потом наложили на них в фотошопе вот этот фильтр, знаете. Типа, картины маслом или что-то такое. Своеобразно. Это один из таких роскошных, модных, стильных гостиниц, где номеров всего, ну, горстка не очень много и они очень дорогие. По-видимому, самая дорогая гостиница здесь. Ну, неудивительно, мистер Калахан очень богат. Пройдусь. Осмотрюсь. Ну что же, пойдемте, пойдемте, пойдемте. Да, это явно отфотошопленные фотки. Кажется, вот он. Выглядит, как на рекламной брошюре. Боже, что я торчу здесь, как дурачок. Ну так, не торчи. Я так нервничаю. Я чувствую, меня сейчас стошнит. Ну и, конечно, переправа тоже этому поспособствовала. То есть, меня укачала. Ну же, Бен, расслабься, сосредоточься. Эм, расслабиться и сосредоточиться, это немного взаимоисключающие параграфы. Если я не заключу эту сделку, то с понедельника я безработный. Время действовать. Давай, давай, зажги. Покажи, как ты умеешь. О, добрый день. Как вас там? Диана. Диана. Добро пожаловать в Большую Шарлотту. Чем могу помочь? Сэр. Ммм. Я целый сэр. Здравствуйте, меня зовут Бенджамин Кэмпбелл. Я представляю стальные трубы Бердмара. У меня назначена встреча с мистером Робертом Калаханом сегодня утром. А, да, мистер Калахан сообщил мне раньше, что у вас встреча. Присядьте в фойе, я сообщу ему, что вы пришли. Угу, угу. Спасибо. Так. У, какие. Какие кожаные диванчики. Да, очень мило. Виноградники Марты. Где богачи Новой Англии отправляются проводить летний отдых. Я немного удивлен, что у Калахана нет здесь собственного дома. Может быть, он собирается что-то прикупить. Где столик, на котором... Где столик для кофе и чая? Так вот же, аж что это, не похоже? Или тут нет кофе и чая? А, нет, лучше не надо. А то еще во время презентации в туалет захочется. Да, это опасно. Такие вещи надо наперед продумать. Хотя презентация не слишком долгая. Мистер Кэмпбелл. Да? Я поговорила с мистером Калаханом, и, к сожалению, у него возникли дела. Он сейчас не сможет вас принять. Что? Простите, а вы не знаете, когда он освободится? Да, да. Боюсь, не знаю. Иногда его совещания могут проходить несколько часов. Что? Так, так, так. Стой, стоп, стоп. Мы договорились. Я должен был с ним встречаться в конкретное время. Он согласился принять меня в конкретное время. Что это такое? Подождите, подождите. Я понимаю, он может быть не сильно заинтересован. Но есть элементарная вежливость, знаете, деловой этикет. Это значит, знаете, как плевок в лицо. Вот ему настолько начхать, ему настолько начхать на всю нашу фирму, что он вот так вот может нас, по сути, послать, сказать, ой, у меня там новые дела, извините, гуляйте отсюда. Так, что мне предлагают, объясниться или закатить скандал? Я закачу скандал. Не, я понимаю, от нее ничего не зависит. Я понимаю. Она здесь ни при чем, но... Как сказать? Да, по-хорошему, да, надо вести себя прилично. Но я люблю делать неочевидный выбор. Я закачу скандал. Знаете, вот я выскажу все ей в лицо. Знаете, это непорядочно. Это просто мне оскорбительно слышать. Что значит, он не сможет меня принять? Я со своими стальными трубами зря перся из Шотландии сюда. Первым рейсом я зря вставал в пять утра. Вы вообще понимаете, кто я такой? Вы... Так, вот идите к нему. Идите сейчас к нему и передайте ему, что это форменное свинство. Передайте ему, что... Короче, говорите, что хотите, но чтобы через пять минут я был у него в кабинете. Понятно? Иначе я вам такое устрою. Я про вас оставлю плохой отзыв. Где-нибудь. В гугле. В гуглокартах. Да, да, да. Идите, идите. Идите. Что вы на меня смотрите? Идите мне. Идите отсюда. Ой, нечего так себя вести и ругаться. Я вам рекомендую уйти, пока я не позвал охрану. Так, слушай, ты... Выдра крашеная. Тебе мои слова не нравятся? Я тебе могу другие слова подобрать. Я позову охрану. Я... Не надо мне охраны. Я уйду. Я сам уйду. Но я хочу, чтобы вы знали, я уйду отсюда с гордо поднятой головой. Вот так. Да, да, все. Я пошел. Ну, что... Ну, наверное, гейм-овер. Ну, да. Я их послал, они и меня послали. Ну, то есть сперва они меня по-хорошему послали. Сперва вот этот Калахан меня послал, потом я ее послал, потом она меня послала. Ну, в общем, все друг друга послали. И что, игра закончилась? С понедельника я безработный. И все. В фирме кранты все накрылось. Ну, замечательно. Что тут говорится? Могу... Ну, раз уж я здесь могу прогуляться, осмотреть достопримечательности. Все равно завтра я уже безработный, так что, собственно. Ну, да. Да, прелестный город. Так, подождите. А что, игра не закончена? Не, я правда думал, сейчас будет гейм-овер. Оказывается, так можно? Слушайте, интересно. Интересно, что дальше-то будет. Сделка-то накрылась. Все. А что я здесь делаю? Что мне... Меня еще что-то ждет здесь? То есть, как бы, с ней наладить контакт тоже явно не получилось. Если это новелла с романтическим уклоном, то, я так думаю, с ней можно было что-то наметить. Но теперь это не получится. А что тогда? Так, милый городок с викторианской старой атмосферой. Так. Но все же... Я бы предпочел, чтобы мистер Калахан встретился со мной не здесь, а на Багамах. Да, губу закатал на Багамах. Хотя, из Шотландии еще неизвестно, куда дороже лететь, на Багамах или сюда. Нет. Я честно не знаю. Ух ты. Бен? Бен Кэмпбелл, это ты? К... А, к... Кто? Кто это? Кто это? Да, я Бен Кэмпбелл. Извините, вы кто? Нет, оставьте меня в покое. Нет, это не я. Все. Я это не я. Не надо ко мне так подкатывать. Не ври мне, я знаю, это ты, Бен. Это я, Тара. Минуточку. Тара Хезертон. Ты совсем не изменилась. Бен. Ты ее... Ты ее... Тьфу. Ты ее знал. Она совсем не изменилась. И ты не знал, кто она такая? Ну, то есть, судя по этим вариантам ответов, ты ее не узнал. У тебя провалы в памяти? Как, как это? Ну, то есть, твои ответы как-то не сильно адекватные. Я так рада тебя видеть, Бен. Только посмотри, какой ты модный в костюме, в галстуке. Ты прямо здесь выделяешься среди всех остальных. Кого остальных я остальных-то не видел, кроме, ну, вон той администраторши, но она тоже была по-деловому так одета. Да, я заметил, я здесь по делу. Да, по какому такому же делу? Я здесь уже просто отдыхаю. Какому делу? Ты теперь занимаешься туризмом? Ага, нет, теперь я буду заниматься, как это сказать, автостопом, ночлегом в палатках или без палаток на дикой природе. Экстремальные виды отдыха, короче. Нет, я приехал поговорить с клиентом, попробовать заключить контракт с моей фирмой. Я занимаюсь продажами стальных труб. Купите наши трубы, или мы вылетим в трубу. И как работа? Ну, сперва было довольно неплохо, меня много повышали, потому что продажи это было явно мое. Ну, к несчастью, сейчас у компании дела не очень. Если не заключим сейчас контракт, то, наверное, обанкротимся. Какой ужас. Ой, мне так жаль. Да, какой тебе жаль, ты это из вежливости просто говоришь. Естественно, вот такую барышню, такого вида не интересуют никакие стальные трубы. Она просто хочет поддержать разговор. Ну, что поделать? Такова жизнь. Ничего, продажнику есть куда приткнуться. Есть много мест для работы. Так. Я не хочу подводить моих коллег. Ну, честно, ей плевать на мою работу, но ее может интересовать, с какой стороны я себя покажу, да. Ну, такова жизнь. Ну, это я как бы, да, такой бесхарактерный, слабовольный. Ну, жизнь есть жизнь. Я плыву по течению, да. Куда вырулить, не знаю. Есть много вариантов. Ну, это я такой, наверное, такой эгоистичный. Только о себе думаю. А благополучие компании, где я работаю, меня как-то не волнует. Ну, это не очень. Да, то есть здесь вы там без меня, как знаете, хоть по топу, а я устроюсь. Это тоже как-то не очень. А вот третий вариант, он звучит хорошо. Ей такое может понравиться. Поэтому я выберу. Ой, так мило, что ты так заботишься о своей команде. Вот. Вот, видите, видите, я угадал. Спасибо, ты так добра... Да, а чем ты сейчас занимаешься? Я художник и путешественница. Я путешествую и творю. Меня вдохновляет все, что меня окружает. Природа, большие города, океаны, горы. Они зовут меня. И через них я пытаюсь творить красоту. А с их помощью я создаю что-то красивое. Ну да, по ней видно, что она такая творческая натура. Ух ты, здорово. Похоже, ты в самом деле сильно не изменилась. В каком смысле? Ну, в школе всегда было видно, что ты не похожа на всех. А у меня, значит, голоса нет. У меня голоса нет, а все барышни здесь походу разговаривают одним и тем же голосом. Насколько я заметил, эта администраторша говорила тем же голосом, что это. Может быть, я ошибаюсь. Надо пересмотреть. И обществу никогда не удастся заковать тебя в свои обычные кандалы. Интересный оборот речи. Ты всегда была вольной птицей. Меня это восхищало. Спасибо. Слушай, я жутко проголодалась. Не хочешь зайти в одно из здешних хороших заведений и перекусить? Ты, наверное, в курсе? Ну, ты догадываешься, что виноградник очень славится своими морепродуктами. И, надеюсь, ты не сильно занят. Я думал, виноградник славится своим вином. Ну, ладно, ладно, раз он там у моря или у чего-то там. Если сюда переправляются на пароме, возможно, да, здесь морепродукты. Чё? Чё? Это... О! Если кто не понимает, что здесь написано, здесь несколько вариантов ответов с... Ну, то есть она ему предлагает зайти в ресторан, перекусить, значит, морепродуктами. И тут варианты ответов, все каламбуры с рыбными словами. Что-то типа, о, это так осетрительно, да, или... А дельфинеть, или... Ну, в общем, что-то в таком духе. Ну, или просто да. Просто да. Не будем выделываться и скажем просто да. Или повыделываемся. А какая разница? От этих вариантов что-то зависит? Они чем-то отличаются? Потому что, ну, по смыслу они все одинаковые. Тут, ну, разные названия рыб только. Ну, хорошо, осетрительно. Ой, перестань, ты меня... Ты меня крил, это что-то из ракообразных. Я с кулинарными терминами могу не очень. Я в них немного плаваю. Короче, она хотела сказать, ты меня убиваешь, но тоже так, ну, по-каламбурному. Я сходу не могу придумать, извините. Это ресторан? Прямо у берега? А если волна? Если волна тут не смоет все с этих столиков? Как-то она выглядит рискованно. О, очень мило. Нет ничего лучше, чем питаться дарами моря. Прямо у моря. Да, логично. Да, здесь классные жареные устрицы, и кальмары, и омары, и рыба с картошкой, и все, все, все. Ой, столько выборов. Слушай, Бен, давай я... Давай я что? Я не совсем понял эту фразу. Она какая-то расплывчатая. Да? Что ты хочешь сказать? Я выбрала ресторан, и я пригласила тебя поужинать, поэтому давай я заплачу. А-а-а! У-у-у. Я знаю, у вас... Ваш... Ваш с фирме дела сейчас не очень, и, если честно, деньги для меня не проблема. Я не пытаюсь покрасоваться. И потом... Здесь, в Америке, ты мой гость. У-у-у... У-у-у... Спасибо, Тара, я это ценю. Давай поделим пополам. Нет, я настаиваю, я должен заплатить. Э-э... Я плачу. Ну, кого ты пытаешься впечатлить? У тебя все равно... Тебе тот... Э-э-э... Директор сказал, что он последние деньги потратил на билет. У тебя нет денег даже на номер в здешней гостинице. За что ты будешь платить? Ну, серьезно. Вот ты сейчас выпендришься, скажешь, я такой, я мужчина, я плачу. Потом попадешь в неловкое положение, когда тебе не хватит. Да, скажешь, ну, займи мне. Опозоришься. Поэтому нет. Раз она хочет. Раз она хочет сделать приятное, ну, пусть сделает. Не каждый день такое бывает. Ой, я так рада, что ты мне позволил. Я пойду к стойке и сделаю заказ. Угу, угу. Так мило снова видеть Тару. Как же давно это было? Как давно мы не виделись? Хоть что-то хорошее в этой поездке. Я купила рыбацкую корзинку и... этот... омаровый, омарный, омаря... Тьфу! Раковый суп, короче. Спасибо. Да уж, мир искусства явно тебя одарил. Ну, в смысле, вознаградил. В материальном смысле. Да уж, мне даже захотелось быть не таким скучным и изучать в университете что-то другое, кроме маркетинга. Ну, то есть, он был скучным, он учил маркетинг, учился быть продажником, а теперь он жалеет, что не подался в художники. Ну, да, смотри, сейчас, знаешь, модно устраивать, рисовать такие, знаешь, перфомансы, типа буйство красок. Так вот, берет чувак, разбрызгивает на полотне краску, а потом выставляет это на продажу за несколько миллионов долларов. И все подходят, разглядывают на выставках и ищут там какой-то скрытый смысл. Я был на одной такой выставке на Дэми, на Хёрсток. У него были не только картины, у него там были разного рода экспозиции, там выставлял стеллажи с таблетками, выставлял каких-то рыб в формолине, выставлял, я помню, там была корова со вспоротым брюхом, но это тоже искусство. Это как бы была агитация за вегетарианство, насколько я понял. Ну, ладно, ладно, она, она более традиционная, она более традиционная художника, и, наверное, ей это чуждо. Хотя, надо попросить ее показать что-нибудь из своего творчества. Интересно, да, что она рисует. Мир искусств сложный, если честно, я не особо хочу об этом говорить. А, она, наверное, она, наверное, думает тоже, что я сейчас подумал, то есть я сейчас описал, что вот, да, ты стараешься, рисуешь какие-то там пейзажи, ну, хочешь красиво что-то сделать, там, натюрморты, портреты, а потом видишь, как кто-то разбрызгивает просто краски на холсте и продает это за миллионы долларов, а ты никому не нужна, потому что у тебя, ну, потому что у всех есть камеры в телефонах, и кому нужен нарисованный пейзаж, когда он может сфотографировать просто на телефон и художественно обработать потом в фотошопе, и получится вот это. Ну, вот то, что сейчас на экране. Вот. Что проще, нарисовать вот это или сфоткать и наложить фильтр? Ну, поэтому традиционное искусство сегодня не в цене, а ценится что-то, чего в жизни не увидишь. Наверное, так. Наверное. Прости. Слушай, а ты помнишь, как мы познакомились? Конечно. Как я мог забыть? Глазго, Шотландия. А, 12 лет назад. А, это время, когда они познакомились. Я понял. Знаете что, давайте, давайте здесь сделаем паузу и продолжим в следующий раз. Ну, так вроде история пока ничего. Хотя мне по-прежнему непонятно, что мне здесь делать. Ну, ладно, ладно, с ней так и быть надо провести время, да. А что делать дальше? Как быть со сделкой? Наверное, она же еще не знает, что сделка-то того, что меня послали, что с понедельника я без работы. Может быть, мне даже придется бомжевать. Наверное, она не сильно захочет проводить дальше с нами время и платить за нас в ресторане. Вот. Не знаю, не знаю, но посмотрим. Значит, здесь мы сделаем паузу. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И до новых встреч. Пока-пока.